Анатомия Колобка Тогда это все объяснялось магией. Однако, повзрослев, хочется задать вопрос, а что если Колобок существовал бы на самом деле? В конце концов, многие сказки имеют под собой историческую подоплеку. Так почему бы не пофантазировать о том, какое строение тела будет иметь Колобок, если вдруг станет реальным? Итак, предположим, что Дед и Бабка на самом деле были гениальными биоинженерами. Они наскребли по сусекам свои лаборатории разные биоматериалы, и создали новое неведомое науке существо. Известно, что оно имело шарообразную форму, могло самостоятельно передвигаться при помощи качения и умело прыгать. Также Колобок мог мыслить, разговаривать и даже петь. Имея в наличии эти сведения, можно предположить пару вариантов строения тела Колобка. Согласно первой, внутри Колобка на мышечных стяжках в полости подвешен тяжелый объект. Напряжением стяжек меняется центр тяжести, Колобок катится и даже прыгает. Полость выполняет функции легких и резонатора. Когда персонаж говорит, небольшой мозг позволяет формулировать простые мысли. Модель 1. Мозг небольшой, но достаточный для формулирования мыслей и простых высказываний. Лицо. Глаза снабжены плотными веками для защиты при качении. Бровей нет, но с декоративной. Мышечные стяжки. Десяток тяг. С их помощью регулируется центр тяжести организма. Внутренняя полость. Резонатор при говорении. Она же, возможно, исполняет роль легких. Внутренние органы. Легкие проспект. Помещены в центральное тяжелое ядро. Внешняя поверхность. Возможно, через нее это существо питается, всасывая пищу кожей. Вторая модель чуть сложнее. Колобок состоит из набора изолированных сегментов. За счет быстрой накачки или откачки воздуха из отдельных сегментов, через пневмоаккумулятор, герой сказки движется и совершает небольшие прыжки. Направление уточняется стравливанием газа через внешние сфинктеры. Модель 2. Мозг. Достаточно развитый, чтобы управлять сложной системой стравливания и набирания воздуха в десятках полостей. Лицо. Рот и нос. Входы воздушного насоса, питающего пневмоаккумулятор. Внутренние полости. Несколько десятков. Играют роль пневмоаккумулятора при качении. Внутренние органы. Сложный насос, распределяющий воздух по внутренним полостям. Внешняя поверхность. Непосредственное всасывание пищи или биологическая солнечная батарея. Внешние канальцы. Оборудованные сфинктерами, стравливают лишний воздух и выполняют роль реактивного движителя. Проходимость у обеих моделей невысока. Места для желудка в схемах не нашлось. Колобок мог бы впитывать какие-то вещества через поверхность, покатавшись по лужам сиропа, скажем, или питаться непосредственно лучистой энергией, преобразуя ее в электричество. Есть такие бактерии на Земле. Тогда не нужна сложная цепочка химических превращений, происходящих при обычном животном метаболизме. Так, при понятном допущении, сказка могла бы стать былью. И напоследок, не исключено, что известная сказка, на самом деле парафраз душераздирающей истории времен колонизации русской равнины славянами. Бабка и дед жили на горе, потому что, по археологическим данным, вятичи селились на отвоеванных у финно-угров городищах, на возвышенности. Финно-угорских аборигенов вытесняли в низины, в болото, где те умирали от голода. Победители дойдали захваченный провиант, выскребая последние запасы по сусекам, при этом не имея понятия, как выращивать зерно в непривычном климате. Если же выйти за ворота городища, опасность подстерегала на каждом шагу, всем встречным заговорить зубы не удавалось. По пути к колобку встречались финно-угорские татемные животные, маркирующие его маршрут, медведь, ярославская мере, волк, тверские карелы, заяц, племя мещера, лиса, павловская мордва. Там герой окончил свой путь. Мораль для детей, взрослых надо слушать, а за ворота одному не ходить. Ну ты это, подпишись, если что. Спасибо.